всем привет продолжаем рассматривать картины аллегорическое полотно флорентинского манериста аниела бронзина который входит собрание лондонской национальной галереи называется аллегория с венеры и амуром также известно как триумф венеры венера купидон безрассудства и время я цитирую википедию и сведения которые собрал из интернета эта панальная роспись также известная как венера купидон глупость время триумф венеры была специально разработана как сложная эротическая аллегория которая включила себя ряд иконографических символов и эмблем из мира мифологии картина отображает амбивалентность эротизм и неоднозначные образы характерны для периода манеризма и учителя бронзина пантором картина возможно была заказана к зиму первым медичи или франческо сальвати по дракфранциску первому об этом пишет виза картина символизирует последствия нечистой любви его главная фигура венера богини любви идентифицируется по голубям и золотому яблоку обезоруживает своего сына амура которую мы идентифицируем его крыльями и колчаном со стрелами отнимают у него стрелу в то же время когда происходит инцест оба является обнаженным другие персонажи воплощает концепции связаны с опасностями физической любви обнаженные дети это удовольствие позади существо обман с головой девушки но тело и зверя предлагает венере сладкие соты одной рукой пряча жало на хвосте другой между тем за опидоном слева стоит темная кричащаяся фигура которая символизирует ревность или возможно последствия сифилиса достигшие масштабов эпидемии в середине 16 века фигура в левом верхнем углу рисунка представляет забвение пытается нарисовать завесу над событиями внизу однако она перестала это делать высеющим человеком является время с песочными часами на спине вверху справа намек возможен на фатальные долговременные эффекты сифилиса или просто на кратковременность физического удовольствия фигуру держащую драпировку и противостоящую хроносу принято считать забвением как я уже говорил из-за лица похожего на маску и отсутствие глаз надо еще сказать что в популярной культуре нога амура в нижнем левом углу являлась первоисточником символической ноги в скетчах монти пайтон а часть картины венера и амура использовалась для сингла группы enigma ну вот наверное все что я нашел по картине флорентийского манериста аниела бронзина аллегория с венера и амуром триумф венеры или венеры купидон безрассудство и время пока пока узнали что-то новое самому интересно пока